Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Биткоин преодолеет исторический пик к Рождеству этого года. Приготовьтесь к этому, всё произойдёт быстрее и масштабнее, чем все ожидают. И это не мои слова, хотя мне они очень нравятся. Об этом говорит инвестор Престон Пиш на своём YouTube-канале. Хочу также заострить ваше внимание на том, что такой прогноз он сделал в августе 2020 года, когда цена биткоина была процентов на 60-80 ниже актуальной. К Рождеству 2020 года биткоин должен сделать новый рекордный максимум. Это означает сумасшедший рост с лета 2020 года. Это драматический сценарий, которому, думаю, готовы совсем немногие. Кстати, у Престона в Твиттере первый твит достаточно показательный, жизненный, я бы сказал. Просто вспомните, как и что говорили о биткоине в предыдущие годы. А-ля пузырь лопнул, и биткоин это просто пирамида. Но, профессор, когда вы сказали мне, что биткоин это пирамида, вы забыли о четырёхлетнем халвинговом цикле и двухнедельной коррекции сложности. Как же так? Давайте посмотрим отрывок из его видео, а затем я покажу вам ещё кое-что очень интересное. Понимаешь, биткоин, скорее всего, достигнет исторического пика под Рождество 2020. Если это будет так, то это означает рост на 60-80% от сегодняшних отметок. Что на самом деле безумие, ведь до Рождества осталось совсем немного времени. Так что, если подумать о таком огромном росте, то, думаю, этот сценарий будет настолько драматичным, что очень немногие готовы к этому. Не думаю, что золото повторит такой успех к Рождеству, ведь его капитализация раз в 50 больше, чем у биткоина. Так что то, что ждёт биткоин, это создание маркетинговой базы в финансовых новостях. А учитывая всё это печатание денег, меня не волнует, кем вы являетесь на финансовом поле. Вы можете вообще ничего не смыслить в финансах, быть самым плохим студентом школы экономики. Но знаете, что говорят на улице? Они же не могут продолжать печатать деньги в таких масштабах и дальше, не так ли? Люди не знают ничего о финансах, но даже они задают себе такой вопрос. И если люди задают себе такой вопрос, и при этом есть что-то, что уже существует 10 лет и сделало 200% роста с начала года, то это точно привлечёт их внимание. Привлечёт очень много внимания. Это будет бешеный маркетинг для биткоина. Если бы вам пришлось заплатить за такую рекламу, то цену даже представить было бы сложно. Я с ним полностью согласен. Рано или поздно биткоин ожидает огромнейший масштабный пиар. Такой пиар, который ни одна компания в мире не смогла бы оплатить. Но биткоину не нужно платить за рекламу. Он сам рекламирует себя. Я уверен, если вы смотрите мой канал уже достаточно долго, то наверняка вы уже являетесь частью того, что грядёт. Большого перераспределения богатства. Я уже точно являюсь частью этого, и причём давно. Возможно, мои позиции не такие жирные, как у этих профессиональных инвесторов, но всё-таки я убеждён, даже их хватит. Посмотрите на этот график. Это график биткоинов, которые хранятся на биржах. Вы видите, что с ним происходит. Ещё немного, и количество биткоинов на биржах приблизится к уровням января 2018 года. Ещё один месяц, пишет Джеймсон Лоб, и количество доступных биткоинов на биржах упадёт ниже того уровня, на котором оно было на пике последнего бычьего забега. В ответ ему написали «Такое сокращение, безусловно, окажет огромное влияние на цену биткоина после начала ФОМа. Цена растёт, если предложение буквально отсутствует, а спрос зашкаливает. Экономика, что ж тут сказать. Закон спроса и предложения. Хотя у меня иногда возникает чувство, будто и предложение, и спрос создаются искусственно». Пользователь Реддита Хептагон написал целую статью на тему «Ждёте просадки? А её и не будет». Пожалуйста, обсудите это в комментариях. Мои ключевые аргументы. Группа финансовых организаций, покупающих биткоин, точно не является слабыми руками. Принятие решения о превращении сотен миллионов мусорных наличных денег в биткоины делается не для того, чтобы поторговать и получить больше мусорных денег. С этим я согласен. Вспомните компании MicroStrategy или Square. Все они мотивируют покупку биткоинов тем, что считают его хорошим хеджированием рисков против обесценивания мусорных денежных средств. Такие парни, как Fidelity и Grayscale, накапливают биткоины по часам. Первый использует его как ещё один актив для диверсификации портфеля. Grayscale же использует его в качестве основного инвестиционного инструмента. Я не знаю, зачем им вообще продавать когда-либо. Ребята, я уже показывал вам в одном из видео рекордные закупки биткоинов Grayscale, которые контролируют уже около 3-4% всего предложения биткоинов. Причём только за 2 недели сентября они увеличили свои позиции в биткоинах на 50 тысяч монет. PayPal и Robinhood по закону обязаны покупать реальные биткоины для своих клиентов, а не предлагать им бумажные. Таким образом, все потребительские покупки обеспечиваются реальным физическим биткоином. Конечно, потребители сами могут проявлять слабость и продавать, но будут ли это делать сами PayPal или Robinhood, неясно. Вместо этого они могут удерживать биткоины на долгосрок, а слабым инвесторам платить мусорными бумажными деньгами. Знаете, ребята, в этом есть логика. Если бы у меня было так много биткоинов, как у Robinhood или PayPal, я бы тоже с крайней неохотой растрачивался бы ими, предпочитая тратить кэш, а биткоин хранить. Природа дефицита биткоина до сих пор до конца не изучена. Похоже, покупатель найдётся всегда, поскольку институционалы уже в игре. Любой, кто продаёт биткоин за наличные, не понимает, что такое богатство. Похоже на аргументы того, что просадки, которые все ждут, сейчас может и не случиться. Хотя и есть целый ряд технических индикаторов того, что она прямо-таки обязана быть. Но фундаментально сейчас всё изменилось, и 2017 год в этом плане совсем не похож на этот буллран. Потрясающе, что мы переживаем такие волнительные времена, когда биткоин наконец доказывает, терпеливым воздаётся. А я всегда и очень долго говорю вам, что нужно быть терпеливым в своих инвестициях. Слабые руки же теряют всё. А меня зовут Богатейший Ди, ставьте лайки, если видео вам понравилось, а также подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»